Здравствуйте! В эфире информационная программа события в студии Екатерина Пенько. Строительство и ремонт детских садов, спортобъектов и дорог к сельской местности. Широкий спектр вопросов нашел решение в рамках приема граждан, который провел губернатор Брянской области Александр Богомаз. На связи Злынка. Елена – многодетная мать. И для нее наличие нового детского сада – вопрос первостепенный. У нас на данный момент функционируют два дошкольных учреждения, где работают профессионалы своего дела. Одно из зданий, очень старое, было построено в 1910 году и впоследствии приспособлено под детский сад. Групповые помещения там очень маленькие, сад не имеет актового спортивного зала. Садик на 150 мест с небольшим бассейном удовлетворил бы потребности злынковских дошколят. Местные власти пока еще решают бумажные вопросы, а вместо использования типового проекта зачем-то заключают с управлением капитального строительства, договор на изготовление проектно-сметной документации. Такая работа только тормозит появление нового садика. Ведь вопрос давно на контроле губернатора. Деньги область уже выделила. У вас уже деньги. 50 миллионов на 22-й год. Вам нужно начинать строить. А вы еще не можете понять, а что вы будете строить там? То есть зачем сегодня делать проектные работы, когда у нас есть типовые проекты, которые просто нужно взять и привязать? Это работа там на недели, двух недель. То есть сегодня вам нужно две недели, чтобы на этой думе было утверждение, там 50 миллионов денег. На злынку. Всего 200 миллионов на строительство сада. Но на сегодня, получается, у вас еще нет документации, я сейчас узнаю. То есть вы еще только решили попросить у губернатора. А вам же нужно сказать, что у вас есть вся документация. Вы должны быть уже здесь, должны быть с вашим начальником отдела образования, сами пройти по отделу капитального строительства, по тем детским садам, которые мы сдавали, и подобрать себе проект. Готовый проект. Потому что готовый проект – это две недели. Но время-то уходит. Сегодня уже конец февраля. Вы должны были начать их, условно говоря, там строить в марте. А вы все начнете строить только летом. Ну ладно, на этот год там сумма небольшая, я думаю, что освоите. Ну вы же занимайтесь. Давайте, занимайтесь. Деньги будут. Вопрос по садикам из Новозыпково. Сад в целом хороший. Проблема – старые окна. Была решена в рамках приема граждан. Новые стеклопакеты вставят к началу учебного года. А жители деревни Березина Дядьковского района просят помочь с хоккейным кортом. Осталось только ледовое покрытие и освещение хорошее. А сам корт пришел, как был негодный. И мы просим вас ответить. Возможно ли в рамках программы инициативного бюджетирования помочь нашей деревне в восстановлении корта? Губернатор заявил, деньги на корт деревня Березина получит. Но и дал поручение главе района. Сейчас мы сдаем же ледовое, правильно? Задача ваша – это чтобы там были тренеры и чтобы он там работал с утра до вечера. Чтобы были подвозки. Вот эту вот работу нужно сейчас сделать. Чтобы именно ближайшее все, что возле Дядькова, чтобы школьники могли, кто хочет, кто хочет, могли заниматься на хороших современных условиях. Сегодня в Брянской области уже построено 12 ледовых дворцов, где проходят хоккейные матчи. Дети посещают секции. Местные жители просто приходят покататься на коньках. Это воплощение в жизнь инициативы губернатора сделать спорт ближе каждому жителю региона. Ну а от Березина до Ледового далековато 40 километров. Поэтому деревня получит средства на корт в рамках программы инициативного бюджетирования. Сегодня вся страна следит за Олимпийскими играми в Пекине и болеет за нашу сборную. Однако внимание зрителей было приковано не только к ледовым баталиям. Многие жители области обратили внимание, ледовые для тренировок в Китае очень схожи с теми, которые сегодня строятся в Брянской области. Мне что было приятно, что в принципе сделан ледовый Китай. Принцип такой же, как строим мы. Опыт показал, что везде, где проходят соревнования, тех мест, которые там есть, там порядка 200-300 человек и хватает, как правило. Но это будет экономия при содержании. Не нужно топить пустые площади и сам дворец. Ну и, конечно же, вот эти возможности, которые сегодня дают для занятия спортом. Жители поселка Роща Почевского района давно ждут, что дорогу, которую они ремонтировали в прошлое десятилетие, приведут в порядок. Построена она была 35 лет назад. Говорят, не первый год обещали сделать. У нас сегодня 6,5 тысяч, почти 7 тысяч километров – это оригинальные дороги. Столько же – это муниципальные. И плюс к этому еще есть межпоселенческие, которые нигде не стоят на балансе. Всего 18 тысяч километров дорог. И обещать постоянно всем, что мы сделаем, это могут только те люди, которые, в принципе, безответственные. У каждого района есть те деньги, которые мы выделяем. У каждого поселения тоже вместе с районом они планируют, где нужно сделать в первую очередь. Хорошо, давайте сделаем. Но район надо заниматься. И когда люди говорят, что нам обещали, пусть их обещание не давайте. Людям нужно объяснять. А то у нас, если мы сравнили регионы, наши соседние, мы за это время сделали 15 раз больше, те самые деньги. Объяснить не можем. Люди смотрят, что это мы сделали, а мы не сделали. Губернатор заверил, деньги на дорогу будут выделены. А местные власти призвал еще раз не давать пустых обещаний, а конкретно объяснять жителям, когда и какие дороги они могут построить и отремонтировать. Выполнение всех поставленных задач губернатор взял под личный контроль. Андрей Мамошин, Алексей Рязанцев, Анатолий Чикрыгин. События Брянск. В Брянском региональном отделении партии «Единая Россия» прошел круглый стол, посвященный актуальным вопросам деятельности в Брянской области Всероссийского общественного движения «Отцы России». Эта организация была создана три года назад по инициативе бывшего детского омбудсмена, а ныне заместителя председателя Госдумы Анны Кузнецовой. «Круглый стол» был организован по инициативе региональной общественной приемной партии «Единая Россия». В мероприятии приняли участие руководитель приемной Михаил Иванов, заместитель секретаря регионального отделения партии и сенатор Российской Федерации Галина Саладун, депутаты Государственной Думы, члены фракции «Единая Россия» Николай Щеглов, Николай Валуев и Николай Алексеенко. В режиме видеоконференции собравшиеся вместе с активистами движения и представителями государственных служб и профильных ведомств обсудили пути решения острых текущих вопросов. Совет отцов в нашем регионе был создан 25 июня 2021 года. За это время ему удалось реализовать несколько значимых проектов, в том числе и федерального уровня. Одной из важнейших задач, которая стоит перед организацией, является социальная поддержка семей, в которых вся тяжесть житейских проблем легла на плечи отца. Как отметили собравшиеся, в этом вопросе очень важную роль играет информированность. Ведь зачастую одинокие отцы просто не знают, на какие пособия и льготы они могут рассчитывать. В свою очередь, сенатор Российской Федерации Галина Саладун попросила муниципалитеты подготовить подробную информацию о проживающих на территории районов многодетных отцах. Взять на контроль благополучность той или иной семьи. Поэтому я хочу, учитывая, что сейчас есть такая возможность, такой аудитории, хочу вас попросить. Вы, пожалуйста, направьте, можно даже Ине Николаевне, мы с ней тесно сотрудничаем и понимаем, вот эту информацию, чтобы мы могли ее аккумулировать и понять сложность этих семей. И вот вместе именно с советом отцов как-то проанализировать и что-то держать на контроле, чтобы оказывать какое-то содействие. В завершении круглого стола уполномоченный по правам ребенка Инна Мухина выступила с предложением об учреждении награды для многодетных отцов. По аналогии с уже существующим в Брянской области почетным знаком «Материнская слава». Дмитрий Кузнецов, Анатолий Чекрыгин, Виктор Левченков. События. Брянск. Брянщина получила особую воинскую реликвию. Боевое знамя 111-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. Церемония передачи исторических боевых знамен прошла в Санкт-Петербурге, Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Министерства обороны страны. Боевое знамя во все времена олицетворяло честь, доблесть и славу воинской части. Служило напоминанием о героических традициях и священном долге защиты Отечества. Брянский государственный краеведческий музей передается боевое знамя 111-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. 111-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион был включен в состав Брянского фронта в январе 1942 года в разгар битвы под Москвой. Отныне боевое знамя легендарной воинской части и переданная вместе с ним грамота Президиума Верховного Совета СССР будут бережно храниться в Брянском государственном краеведческом музее. Позвольте от имени губернатора Брянской области Александра Васильевича Богомаза передать всем присутствующим здесь и тем, кто причастен к этому знаменательному событию огромные слова благодарности от всех жителей нашего региона. На территории Брянской области традиционно ведется масштабная работа по патриотическому воспитанию. Накопленный опыт позволит на должном уровне представить экспонаты для широкой аудитории. Это грандиозное событие, потому что это боевое знамя. Знамя, которое прошло войну. Знамя, которое полито кровью бойцов, командиров. И оно, конечно, займет достойное место в экспозиции нашего Брянского краеведческого музея. Но самое главное, его будут видеть дети, его будут видеть подрастающее поколение. Когда будут непосредственно соприкасаться с историей, боевой историей нашего государства в этой частичке этого знамени. Боевое знамя смогут увидеть посетители тематических выставок и просветительских мероприятий. Помимо этого, реликвия станет объектом научно-исследовательской деятельности. Каждый предмет подается исследованию. Когда создано знамя, кто является автором, в каких боях участвовало это знамя. Это обязательно, однозначно. Кто из брянских земляков принимал непосредственное участие в этих операциях. На основании этого пишутся монографии. Все для того, чтобы сохранить героические подвиги наших земляков для потомков. В апреле 2022 года в России будут отмечать важную дату – 80 лет победы советских войск в битве под Москвой. К этой юбилейной дате приурочено открытие выставки «Брянцы в битве под Москвой» в Брянском государственном краеведческом музее. Одним из ее ключевых экспонатов и станет боевое знамя 111-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона. Дмитрий Кузнецов, Александр Власов. События. Санкт-Петербург. Состоялось первое заседание молодежного парламента Брянской области нового седьмого созыва. Напомним, его состав в количестве 45 человек был утвержден на январском заседании областной думы. Исполнять полномочия новый созыв будет 2,5 года. Мероприятие проходило в смешанном формате, очно и по видеосвязи. Приветствуя молодых парламентариев, депутаты выразили уверенность в продолжении конструктивного диалога и укреплении сотрудничества. Также Владимир Пронин отметил отличную работу молодежного парламента. Остались самые добрые впечатления различных комитетов. Отчет был я рад и горжусь, что у нас такой парламент, потому что прочитал все характеристики всех членов молодежного парламента. В ходе онлайн-встречи был решен ряд важных организационных вопросов. Так, председателем молодежного парламента избран Ярослав Сердюк. Его кандидатура была внесена по представлению спикера Думы Валентина Суббота. Мы сегодня утвердили план работы, по которому мы будем работать этот год. Также он не ограничен тем, чем мы сегодня утвердили, потому что у многих ребят есть прекрасные идеи, есть что им показать, и мы будем этот план дополнять. План, он публичный, он будет на сайте Брянской областной Думы. Для тех желающих, которые хотят принять участие, молодежь, мы всегда рады. Молодые парламентарии утвердили структуру органа, а также перечень, состав и руководителей комитетов, которых будет пять по основным направлениям деятельности. Это культура, спорт, экология, образование и местное самоуправление. Важно то, что на сегодняшний день молодежь активно, очень активно принимает участие в нашей повсеместной жизни, нашего региона, и представители были не только из политических партий, общественных организаций, но и из муниципальных образований. Я только лишь желаю сегодняшнему парламенту, который мы избрали, создали структуру, чтобы мы плодотворно вместе с Брянской областной Думой, его председателем Валентином Владимировичем Субботом, мной, как председателем комитета молодежной политики, физической культуры и спорта, и всеми ребятами мы проделали хорошую плодотворную работу для дальнейшей перспективы, для ихнего роста и пользы, которую они должны принести. В ходе заседания было также принято решение. Представлять Брянскую область в молодежном парламенте при Госдуме будет новый председатель Ярослав Сердюк. Кроме этого, члены молодежного парламента примут участие в мероприятиях, приуроченных к памятным датам. Екатерина Пинько, Алексей Рязанцев, События Брянск. Ежегодно 19 февраля свой профессиональный праздник отмечают военные музыканты Росгвардии. Именно в этот день, в 1711 году, Петр I подписал указ о введении на постоянной основе военных оркестров в части регулярной армии. Подробнее о празднике и нашем оркестре управления Росгвардии по Брянской области расскажем в следующем сюжете. Военный духовой оркестр отличается особой способностью привлекать внимание и создавать атмосферу. Это неотъемлемая часть любого торжественного мероприятия. Ну, а наш военный оркестр управления Росгвардии по Брянской области украшает торжественные мероприятия уже на протяжении 40 лет. Кто хоть расслышал военный оркестр, тот вряд ли забудет то впечатление, которое производит его игра. Военно-оркестровая служба в войсках правопорядка, как орган управления, впервые упоминается в 1921 году. Здесь команды старшего по званию, а дирижер оркестра майор, согласно уставу не обсуждаются. Никита Иванов шел целенаправленно к тому, чтобы стать дирижером. Закончил военный институт военных дирижеров. Мне очень нравится работать с оркестром, работать с коллективом, с людьми. Это очень интересная работа. И она и творческая в том же плане, и в том же плане ты являешься и военным. То есть довольно-таки разнонаправленная. То есть где-то надо творчеством позаниматься, а где-то надо и в армии послужить. В этом году Брянский военный оркестр отметил 40-летний юбилей. За это время состав менялся, но качество исполнения всегда оставалось на высоком уровне. А среди участников есть свой старожил. Андрей Юраков в составе оркестра уже 37 лет. Его отец тоже был музыкантом, привил ему любовь к игре на трубе. Признается, оркестровая служба – это его жизнь. Мне запомнилось, мы ездили в Питер на рекорд исполнения российского гимна. Там на арене «Газпрома» оркестр был в районе 10 тысяч человек. И мне вот эта вот вообще самоорганизация и такое само, как вам сказать, то, что там происходило, просто поразило, что из такого количества музыкантов он может создать, будем говорить так, единое звучание еще, плюс ко всему стройное, со всеми шлейхами исполнения, я был просто, не знаю, для меня это было удивлением. А вот Кирилл Акимушкин, наоборот, самый молодой участник оркестра, сейчас проходит службу. До армии увлекался музыкой, поэтому здесь решил продолжать заниматься творчеством. Несмотря на то, что в оркестре совсем недавно, уже успел поучаствовать в городских мероприятиях. Год назад я впервые принял участие в параде с нашим оркестром. Незабываемое ощущение, конечно, находиться. Одно дело, этот парад смотреть со стороны, находясь с остальными, скажем, зрителями, а другое дело, находиться в коллективе. И вот это ощущение, ты играешь музыку, зрители слушают, а ты сам находишься в этой обстановке и передаешь всю эту атмосферу. В репертуаре оркестра есть много композиций, народных и современных, но военно-патриотическая песня всегда в приоритете. Без нее не обходится ни один праздник. Военный оркестр всегда готов дарить положительные эмоции. Екатерина Пенько, Сергей Дюков, События Брянск. В Окинском районе базируется единственный в Брянске центр реабилитации инвалидов. Начиная с 1993 года некоммерческая организация помогает поддерживать физическое и психологическое состояние людей с ограниченными возможностями. О том, как помогают инвалидам, в сюжете Дмитрия Газина. Центр реабилитации инвалидов – одна из немногих организаций в Брянской области, оказывающих физкультурно-оздоровительную поддержку людям с ограниченными возможностями. Некоммерческой организации более 20 лет. Здесь работают профессионалы своего дела, которые помогают не только физически развиваться своим посетителям, но и оказывают моральную поддержку. Я сам человек с инвалидностью, и я знаю, что это такое. На протяжении 20 с лишним лет я занимаюсь реабилитацией, и кое-какие навыки приобрел, и в общении с людьми. Да, мотиватор – это не самое, как говорится, но должен человек сам захотеть пройти этот курс и продолжить свою жизнь полноценно. Потому что, когда люди рядом сильные, надежные, и могут подсказать, как, что, мотивировать на то, что надо, надо это пройти, весь этот курс, ну, случилась с нами беда, ну, надо, как говорится, забыть и перешагнуть этот момент, и жить, научиться заново. Центр оснащен тренировочными залами для силовых и кардиотренировок. Для каждого создается индивидуальная программа. Тренажеры подходят для инвалидов всех групп. У нас существует, как вы видели, несколько залов. У нас есть зал силовой тренировки, есть кардиозал, есть, где мы находимся, универсальный зал. Тут у нас секция настольного тенниса, секция пострельбес интерактивного тира, дартс, ну, и все остальные настольные игры, которые улучшают координацию, и, ну, люди, как бы, ну, приобретают новую жизнь, можно сказать, заново учатся существовать со своими проблемами, которые у нас существуют. Вот. А что касается, как скоро, у нас уже люди тут уже по годам, годами у нас проходят реабилитацию. Ну, я повторю еще раз, это единственное место, где бесплатно могут получить инвалиды этих категорий услуги. У нас есть социальная, парикмахерская, массаж, и все тренажерные залы могут посетить бесплатно инвалиды первой, второй, третьей группы. Работать НКО помогают гранты, в том числе и президентские. Находятся и неравнодушные люди, которые также оказывают центру финансовую помощь. Главная задача центра не только в поддержании здоровья своих посетителей. Здесь содействуют в трудоустройстве, помогают людям с ограниченными возможностями вновь влиться в социум. Мы рады только всех видеть у себя и пройти курс реабилитации в Центре реабилитации инвалидов. Дмитрий Газин, Алексей Рязанцев, События, Брянск. Это была последняя информация выпуска. Всего доброго и хороших выходных.